МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор Телеэкспресс представляет новости нашего города. В студии Ольга Попова. Здравствуйте. И коротко о некоторых темах выпуска. Незваные гости, активисты народного контроля проинспектировали точки торговли плодовочной продукцией. Скоро открытие. В детском саду Непоседа начались последние приготовления. И обмен мнениями специалисты научно-технического центра провели обучающий курс для сотрудников Газпромнефть Муравленко. Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим произошло сегодня около 5 часов утра на 323-м километре автодороги Сургут-Салехард. Водитель автомобиля Тойота Корула, житель Муравленко, 89-го года рождения, не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет. Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС и врачи скорой помощи выяснили, что в момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате он получил травмы различной степени тяжести. Как рассказали сотрудники госавтоинспекции, водительский стаж молодого человека составляет 6 лет. Активисты проекта Народный контроль особое внимание уделяют качеству продаваемого в городе товара, в частности, плодово-овощной продукции. Сегодня в ходе очередного рейда были проверены несколько торговых точек, где продают фрукты и овощи. Вместе с контролерами в рейд отправилась и наша съемочная группа. Слово Эрнесту Бавшину. По-настоящему проверить и посмотреть на качество овощей и фруктов удалось только в одном магазине – «Монетка». Здесь контролеры были в середине июля, и тогда продавцы не смогли предъявить протокол исследования овощей и фруктов на нитраты и соли тяжелых металлов. Пообещали сделать это через некоторое время. И вот сегодня, во время визита народных контролеров в «Монетку», руководитель представил все необходимые документы. Сегодня мы посетили магазин «Монетка», в котором нам директор магазина предоставил все соответствующие документы, протоколы, отборы проб. То есть ситуацию по реализации плодовощной продукции в магазине «Монетка» исправлены. И если лабораторные исследования подтверждают, что во фруктах и овощах, лежащих на прилавках, нитратов и солей тяжелых металлов нет, то вот их внешний вид покупателей явно отталкивает. Виктор Медведев делает замечание работнику магазина, который, ко всему прочему, должен следить и за внешним видом продукции. У вас полный магазин покупателей, а у вас, простите, все лежит в довольно неприглядном виде. Посмотрите, свекла уже того, картошка, непонятно какая. Далее, кабачки, тоже непонятно какие. Триня тоже. Весь негодный товар должен быть немедленно убран или отсортирован. Это требуется, правильно? Да. Занимайтесь, пожалуйста. Визиты в две другие торговые точки, торгующие плодо-овощной продукцией, закончились ничем. Они попросту были закрыты. Возможно, владельцы знали, что к ним придут нежданные гости. А может быть, были и другие причины. Но без внимания эти предприниматели не останутся. Подвел итог сегодняшнего рейда Виктор Медведев. Мы эту ситуацию будем держать под контролем, чтобы у всех предпринимателей, реализующих были соответствующие документы. А граждане, я могу только призвать, что ваше полное право при покупке каких-либо плодов, овощей, фруктов, вы имеете полное право потребовать соответствующий протокол исследования на нитраты и соли тяжелых металл. Это ваше право. И не надо стесняться. Это ваше право, это ваше здоровье. Эрнест Бавшин, Вадим Братчик. Новости нашего города. До 1 сентября в городском управлении образования принимают документы на назначение стипендии имени Муравленко. Напомню, выплата утверждена с 1998 года в соответствии с распоряжением администрации города. Возможность стать стипендиатами есть у студентов, которые окончили муравленковские школы и теперь учатся на отлично в вузах страны. 10 тысяч рублей, таков размер стипендии, выплачивается два раза в год по итогам учебно-экзаменационной сессии. За все время существования проекта было произведено около 100 выплат. Полмиллиона детей значатся в списке очередности в детские сады. А между тем, президентом страны поставлена задача обеспечить всех местами в дошкольных образовательных учреждениях. Если говорить о Муравленко, то в городе проблему очередности решают с помощью расширения площадей в уже существующих детских садах. Так, в этом году появились три дополнительные группы. Одна в дельфине и две в снежинке. Это позволит решить на 70% проблему очередности для возрастной группы детей от 3 до 7 лет. Группы рассчитаны на прием около 90 человек. А вот что касается детей от полутора до трех лет, то здесь проблема пока остается неразрешенной. Самая проблемная группа с полутора до трех лет, она, к сожалению, пока еще у нас решается не так быстро, потому что мы планировали, что мы частично решим путем ввода детского сада, но поскольку это не получается, у нас вот сейчас пока есть определенные проблемы здесь. А тем временем муравленковцы, которые стоят в очереди на получение места в детском саду, с нетерпением ожидают открытия нового детского сада. На каком этапе строительства долгожданного объекта расскажет Татьяна Сорокина. Зимний сад, большой бассейн, спортивные, хореографические и музыкальные залы, театральная студия и даже соляная пещера. Здание нового детского сада на 100% готово к эксплуатации. Системы жизнеобеспечения объекта уже прошли проверку. Сейчас завозится оборудование и мебель. Косметический ремонт к концу этой недели мы завершаем. Дальше у нас поступление идет оборудование. Это и столы, и игрушки, и всевозможные компьютерные принадлежности и так далее. То есть полностью, что касается начинки этого здания, к октябрю месяца это будет завершено. И параллельно ведется подготовка документов. Напомню, строительство детского сада было начато в 2011 году. Финансирование исчисляется сотнями миллионов рублей и производится полностью из окружного бюджета по программе сотрудничества. По объективным причинам сроки его сдачи были сдвинуты. Но сейчас процесс подготовки объекта вышел на финишную прямую. Обстрой принимает оборудование. Оборудование пришло в пределах 60-65%. Остаток формируется автомашины в Екатеринбурге, в Тюмени. И идет поставка, подвозят. Вчера была автомашина, пришло оборудование всевозможное. И вот еще несколько автомашин на несколько миллионов придет. И все. Остается только распаковать, сложить, расставить, вытереть пыль и начинать принимать детей. Последние данные о сроке сдачи детсада – октябрь месяц. Специалисты делают все от них зависящее, чтобы закончить работы как можно быстрее и открыть учреждения для юных муравленковцев. Татьяна Сорокина, Вадим Братчик. Новости нашего города. Далее в программе о том, что подготовили для своих читателей корреспонденты газеты «Слово нефтяника». Скоро настанет грибной сезон, и большое количество горожан отправятся в близлежащие леса на тихую охоту. Дело это полезное и увлекательное, если бы не одно «но». Ежегодно в регионе теряется более десятка человек. Что надо взять с собой в лес и как поступить, если вы заблудились? Советы профессионалов читатели найдут, открыв третью полосу издания. В «Газпромнефть» Муравленко прошло важное кадровое назначение. На должность заместителя генерального директора, главного геолога назначен Владимир Сидоренко. На пятой полосе «Слово нефтяника» новый руководитель рассказал о ближайших задачах подразделения и приоритетных направлениях работы. Лишь четверть выпускников автошкол сдают экзамен на получение прав с первого раза. Некоторые из провалившихся считают, что их попросту специально слили. Жалоба одного из не сдавших, направленная на имя губернатора округа, и послужила поводом для встречи представителей госавтоинспекции и директоров автошкол. Теперь схема приема экзаменов изменится. Как? Прочтете на шестой полосе еженедельника. Слово «нефтяника». Видим все. Говорим главное. В «Газпромнефть Муравленка» прошло обучение муравленковских нефтяников по теме горизонтальной скважины, их продуктивность, особенности изучения и планирования. Семинар провели преподаватели из научно-технического центра компании «Газпромнефть». Что нового почерпнули для себя специалисты филиала в ходе занятий, узнавал Эрнест Бавшин. Курс лекций, который читают специалисты научно-технического центра компании «Газпромнефть», называется «Горизонтальные скважины. Их продуктивность, особенности изучения и планирования». Тема выбрана не случайно. Дело в том, как признаются ученые в «Газпромнефть-Муравленко» самый большой процент таких скважин в сравнении со всеми ДЗО-компанией. Мы сопровождаем курсы обучения примерами, из которых должно быть понятно, как такие скважины работают, какие особенности при их изучении, как именно их исследовать, какими технологиями и чего ждать от бурения таких скважин в будущем. Занятия проводятся в форме свободного семинара, когда идет непринужденное общение между слушателями и преподавателями. Владимир Кричевский отмечает, что такая форма приносит более эффективный результат. Так, за два дня общения с муравленковскими нефтяниками ученые-мужи узнали много нового для себя, о чем ранее даже и не догадывались. Мне кажется, у нас в компании удачно сочетается возможность курировать какие-то производственные работы. Мы курируем какие-то проекты, мы курируем исследования на скважинах и вести параллельные сливовские разработки. Причем я считаю, что это получается немножко лучше даже, чем в научно-сливовском институте, от уровня практики, потому что задачи рождаются прямо сейчас. Вот беседуя сейчас со слушателями, мы уже представляем для себя, что мы будем делать в дальнейшем в плане вот таких вот. Я приеду и дам задание моим коллегам, вместе мы обсудим, как можно помочь в разработке месторождения. Слушатели лекций – это геологи цехов добычи и специалисты управления филиала. Среди них – Валерий Ильикбаев, ведущий инженер отдела стимуляции пласта, управления проектированием, мониторинга ГТМ и сводного планирования добычи. Валерий говорит, что семинар позволил ему вспомнить теоретическую часть, которую он когда-то проходил в ВУЗе. Валерий также отметил, что в ходе свободной беседы с преподавателями удалось обсудить множество различных идей, особенно по горизонтальным скважинам с многостадийным гидроразрывом пласта, как их изучать, какие технологии и методики применять. Будущее, несомненно, именно за таким эксплуатационным фондом. И специалистам из НТЦ будет над чем работать по окончании лекций. Эрнест Бавшин, Вадим Братчик, новости нашего города. И в завершении – коротко о спорте. Сегодня ночью сборная России в рамках отборочного турнира к чемпионату мира по футболу сенсационно уступила в гостях команде Северной Ирландии. 0-1. Подопечные Фабио Капелло за весь матч так и не смогли нанести ни одного удара в створ ворот британцев. Специалисты считают, что россияне провели свой худший матч за последние два года и больше походили на малоподвижных ветеранов, чем на игроков известных европейских клубов. А вот хозяева проявили на поле чудеса самоотдачи и заряженности на борьбу, одержав заслуженную победу. Впрочем, ничего страшного в целом не произошло. Россия по-прежнему потеряла меньше всех очков в группе и теперь, если хочет занять первое место и напрямую попасть в Бразилию, не имеет права на ошибку в оставшихся четырех играх. Двух с Люксембургом, домашней игре с Израилем и выездной с Азербайджаном. И это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Через несколько секунд прогноз погоды на завтра. Желаем всего доброго и до свидания. Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный сервис и качественное топливо, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 16 августа в Салихарде дождь. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Температура плюс 18 градусов. В Муравленко небольшой дождь. Ветер южный до 4 метров в секунду. Температура 14 градусов тепла. В нашем городе преимущественно без осадков. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Температура плюс 16 градусов.